Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицен. Это 27 новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Django FX провели небольшой ребрендинг. Наконец-то они заменили логотип с тем ужасным розовым цветом на более приятный голубой оттенок. Также джанговцы планируют запустить Liquigen. По предположениям это будет автономная программа для симуляции жидкости. Это очень интересно, пока никаких информативных комментариев разработчики не дают. В дискорде основатель компании Ник Сиверт лично поддерживает и подогревает ажиотаж. Отговариваясь, ожидайте скоро все будет. Ждем симуляции жидкости в реалтайм. Еще отметим, что скорее всего к январю 2021 года в Embergen появится возможность импортировать анимации Alimbic. Ну и поделимся с вами отличной новостью. Мы связались с Django FX по поводу отдельного выпуска и сейчас находимся на стадии обсуждения. Так что пишите, что бы вы хотели узнать, а отберем самые интересные вопросы. Состоялся релиз Marmozet Toolbug 4. Этот софт предназначен для физического рендеринга в реальном времени. Последние обновления оснастили новейшим движком трассировки лучей, добавили новые инструменты для текстурирования и появилась возможность поднастроить интерфейс под себя. Чтобы опробовать все новые фишки, сначала можешь скачать бесплатную 30-дневную пробную версию. А еще у мартышки появилось два способа покупки – бессрочная и в форме ежемесячной подписки. Также разработчики отмечают, что для нынешних пользователей изменилась система входа. Даже если у вас есть аккаунт с Toolbug 3, при покупке Toolbug 4 надо будет заново создавать учетную запись. Ну и в начале запуска новой версии дали 15% скидку, поэтому успевай. AMD выпустила свой подключаемый модуль Radeon Pro Render 3.0. И это все для Blender. Обновления добавляют поддержку аппаратно ускоренной трассировки лучей на новых графических процессорах AMD серии Radeon RX 6000, что кстати ранее было доступно только на NVIDIA RTX. Однако для наглядности никаких цифр и статистики не привели. Ну как обычно. Еще внедрили новую опцию контурного рендеринга и поддержку UDIMM. Также исправили ошибки. Модуль поддерживает Blender 2.8 и выше. Ссылочка на скачивание в описании. Состоялся релиз Blender 2.91. Список изменений и улучшений довольно большой, поэтому расскажем о наиболее интересных фишках. Отметим, что в 22 новостном выпуске мы уже показывали, что в Close Sculpting добавили новую кисть Close Snake Hook, которая имеет разные уровни пластичности для имитации реалистичных складок. Также на тот момент появилась поддержка столкновений, благодаря чему ткань теперь может взаимодействовать с любым типом геометрии, что привносит более высокую точность. С каждым новым выпуском инструменты Close Sculpting расширяются, ну и становятся более динамичными. А еще ранее в CG выпуске номер 15 предоставили некоторые изменения в Grace Pencil, а именно новые режимы покраски слоев и предустановки кистей. С того времени Blender получает еще несколько удобных функций, включая возможность перетаскивать 2D изображение во Viewport и преобразовывать его одним щелчком мыши. В Sculpting появились новые способы обрезки геометрии с помощью выделений типа лассо, ну прямо во Viewport. Причем этот инструмент позволяет не только вырезать, но и добавлять новую геометрию. Новые модификаторы Volume to Mesh и Mesh to Volume позволяют преобразовывать объемные структуры, такие как облака в геометрию и наоборот, и изменять их с помощью стандартных инструментов моделирования. Это охрененно круто! Те фишки, может быть и старые, которые работают на других софтах, в Blender и работают гораздо быстрее. Еще для удобства улучшили систему поиска инструментов. Простая комбинация клавиш Ctrl плюс F позволяет прошарить весь Blender. При этом даже неточные запросы приведут к поиску того, что необходимо. Ну и наконец-то для большей наглядности можно структурировать объекты в проекте по цветам, а также отслеживать уровни иерархии. Полный перечень изменений ищи по ссылочке в описании. И хэй, ребята, уже завтра, 1 декабря, начнется серия открытых лекций о 3D-индустрии Intridusty. Продлится он недолго, всего до 3 декабря. Intridusty – это место встречи тех, кто интересуется 3D-графикой, геймдев и новыми технологиями. Это будет уже 10-я юбилейная конференция, и пройдет она полностью в онлайн-формате. А это означает, что присоединиться может каждый желающий. Темы докладов будут посвящены геймдев, анимации, цифровому искусству и нюансах работы 2D и 3D-художников. Подробности и регистрация по ссылочке в описании. Клоу Виртул Фэшн выпускает Marvelous Designer 10. Обновление небольшое. Добавили новые кисти в Reignal и Release для создания реалистичных морщин на ткани. Кстати, аналогичные кисти ранее появились в Blender Easy Brush. Добавили новые 3D-модели. В основном коллекция пополнилась персонажами в стиле аниме. И да, у всех аватаров можно полностью настраивать их высоту, ширину и индивидуальные пропорции тела. Такие как длина конечностей, окружность груди, талии и бедер. Также с этой новой системой можно будет масштабировать сторонние импортированные модели. Еще обновили UV-эдитор. Добавили новые инструменты для управления положением и масштабом. И появилась возможность переключаться между несколькими типами текстур. Ну и еще не менее важное. Осуществили интеграцию с файлами Substance. Ну и как всегда исправили ошибки. Ссылочка на новые фишки в описании. Тем временем Octane Render 2021 перешел в стадию закрытого бета-тестирования. 21-я версия имеет полностью перестроенную систему визуализации AOV. Новый алгоритм AI Lite уменьшает дисперсию и затенение, снижая общий шум и ускоряя рендеринг. Появился новый буллинг-жеометрии Shader Clipping, который упрощает создание процедурно иссеченной и пересекающейся геометрии. Улучшили систему управления памятью. А также разработчики отмечают, что Octane 2021 поддерживает ускорение на графических процессорах Nvidia Ampere. И еще обновленный мульти-рендер позволяет Octane переключаться на любой другой движок рендеринга, включая стандартные делегаты Hydra, а это Arnold и Cycles. Также АТО изменили систему подписки, о которой подробнее по ссылочке в описании. Там все написано. Вышел миксер 2021.6. В новой версии добавили 65 новых смарт-материалов на основе сканирования. Эта библиотека в основном содержит потертые, ржавые и заброшенные текстуры. Также внедрили новую функцию «Расширенный экспорт масок». Маски используются в игровых движках и рендерах. Они необходимы для оптимизации использования памяти текстур. Миксер находится в бесплатном доступе, включая его огромную базовую библиотеку из сотен бесплатных сканов и смарт-материалов. А вот с помощью нового интуитивно понятного редактора можно будет просматривать и настраивать эти самые маски. И все это в режиме реального времени. Подробности по ссылочке в описании. Disney Research Studio представила метод нелинейного трехмерного моделирования лица с использованием нейронной системы. Искусственный интеллект обучили на статичных выражениях лиц 224 человек, которых снимали в освещенной многокамерной установке. И помимо этого отсняли динамическую речевую последовательность, ну и различные выражения лиц у 17 моделей. Получив среднее значение из нейтральных эмоций, ну и прочитав мимику в динамике, искусственный интеллект позволяет выводить различные выражения лица на любые модели. Не будем вдаваться в подробности всех преобразований, сразу скажем, что на выходе мы получаем модель на основе искусственного интеллекта, которая сможет пригодиться для создания реалистичных 3D-аватаров. Как это будет применяться на практике, пока неизвестно. Все подробности метода найдешь по ссылочке в описании. Autodesk рассказал о планах Fusion 360. Это программное обеспечение на основе облачных технологий, предназначенное для промышленного проектирования. В ближайшее время будут введены более сложные функции автоматического управления данными с помощью расширения Fusion 360 Manage, что ускорит рабочий процесс. С помощью нового аддитивного или послойного моделирования металла на основе технологии моделирования NetFab можно будет оценить конструкцию перед 3D-печатью. Расширение Nesting Fabrication Extension позволит оптимизировать макет расположения деталей на листе металла для обеспечения максимальной производительности и минимизации отходов. И все это, скорее всего, уже будет доступно в начале 2021 года. Также Autodesk представили новые технологии для программного обеспечения Shotgun. Известно, что нововведения находятся пока на стадии разработки. Shotgun – это, по сути, программа для удаленного управления командой, где прописывается весь рабочий процесс вплоть до того, что должен совершать какой-либо участник команды в определенный промежуток времени. В Shotgun в онлайн-режиме можно отслеживать все действия, выкладывать отчетность, обмениваться материалами, оставлять ремарки и давать обратную связь. Среди нововведений Autodesk внедряет машинное обучение, которое позволит руководителям оптимизировать планирование, ну и сделать его более точным и гибким. А также новые технологии VASET Lifecycle Management позволят студиям на протяжении всего жизненного цикла проекта управлять материалами и обмениваться ими между командами и студиями. Спасибо, друзья, за просмотр. Наши выпуски выходят каждый понедельник. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-чат, там у нас офигенный движ. Задавайте там свои вопросы и знакомьтесь с новыми специалистами.